Генеральный партнер программы – торговая группа «Абсолют». Официальный партнер программы – строительная компания «Бургражданстрой». В эфире новости на АТВ. О событиях дня вам расскажу я, Мариам Восконян и мои коллеги. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. За первое место будет премия 150 тысяч рублей. До конца голосования пять дней. В Бурятии выбирают эскиз медали за борьбу с COVID-19. Надо же не варварские какие-то методы выбирать. Срубили во благо. Кому помешали тополя на Октябрьской? Цели не было у нас. А потом просто понравилось, наверное. Репортаж о большой семье из Заиграева. Начнем с оперативной сводки. За сутки в Бурятии выявили почти 60 новых больных коронавирусом. Общее количество зараженных на утро 26 мая составило 1313 человек. Завершили лечение 618 человек. Около 700 жителей Бурятии находятся в стационарах и пансионатах. Сегодня умер уже восьмой пациент с COVID-19. В Бурятии это первый случай смерти больного коронавирусом трудоспособного возраста. Тяжелая коронавирусная инфекция, осложненная пневмония, плюс тяжелое сопутствующее заболевание, это ишемическая болезнь сердца, повторный инфаркт миокарда. Максимально доктора пытались необходимое все сделать. Развился повторный инфаркт прямо в клинике. К сожалению, развитие осложнения на фоне имеющих сопутствующих заболеваний пациенту 61 год у нас дало, к сожалению, летальный исход. Тем временем в Кижингинском районе смогла победить вирус 90-летняя пенсионерка. После выписки женщина призналась, думала, домой уже не вернусь. Лечение она проходила в ковид-центре на Солнечной. После месяца, проведенного в больнице, 24 мая, пенсионерка вернулась домой. Тем временем в Бурятии выбирают лучший эскиз медали за борьбу с коронавирусом. Все присланные работы размещены на сайте «Гордость Бурятии». До 1 июня жители республики могут проголосовать за понравившийся эскиз. Победителями станут участники, набравшие наибольший итоговый балл. После того, как все заявки поступят, комиссия отберет лучшие из них. За первое место будет премия 150 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч, за третье – 50 тысяч рублей. И я думаю, мы на июньской сессии утвердим новую государственную награду Республики Бурятия с тем, чтобы начать награждать тех, кто отличился в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Отмечу, награждать этими медалями будут не только медработников, но и волонтеров, дезинфекторов и людей, которые как-либо причастны к борьбе с вирусом. Улан-Удэ продолжают озеленять. Сотрудники управляющих компаний, депутаты, звезды шоу-бизнеса и простые улан-уденцы каждый день сажают новые яблони, сосны, сирень и многое другое. На этом фоне новость о том, что на улице Октябрьская массово вырубают тополя, звучит как фантастика. Но, увы, это правда. Десятки взрослых здоровых деревьев просто спилили до пней. Кто и зачем, выяснял Чингис Яхунаев. Буквально недавно здесь стояли большие многолетние тополя, но на днях началась их массовая вырубка. Давайте же посчитаем, сколько деревьев уже спилили. Раз, два, три, четыре, пять, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, сорок один, сорок два, сорок три. И, как сказали рабочие, которые занимаются спиливанием деревьев, они еще не закончили. Мы их в молодости садили, а теперь их убирают. Если честно, сердце крови обливается, когда видишь, когда так вырубают. Только буквально в субботу с Ксением мы сами высаживали такие маленькие саженцы, и тут видишь, когда вырубают многолетние высокие тополя. Нам очень жаль. Вчера у меня была в гостях дочь, и она прям проследилась. Мы всю жизнь здесь прожили, она выросла здесь, и она глянула эти балконы, и она прям проследилась. Говорит, ну неужели другой способ нельзя было найти? Я говорю, Яна, еще и дальше вырубят до конца Октябрьской дославы. Она просто в ужасе. Как бы я с пониманием, что, возможно, это необходимо, тепловые сети эти ремонтировать. Ну, надо же не варварские какие-то методы выбирать. Я не знаю, здесь как раз и переходят, и идти-то как. Деревья закрывают, машину не видно, и идешь. Можно попасть. Особенно ребятишки бегают, они же не видят. Вы считаете, что это правильное решение? Да. Получается, новая линия будет ложиться, теплотрасса. Вот, чтобы людей оставить с водой, получается, мы не будем отключать воду горячую, то есть, оставляется. И рядом будет ложиться новая линия теплотрассы. Она прямо идет, то есть, тополя идут прямо по линии теплотрассы? Да, действующая, получается, по середке идет вот. А мы пойдем вот вдоль нее, рядом. Поэтому приходится. Да, получается так. Но это все согласовано, конечно. А с кем? С администрацией. Вообще новые деревья в данной теплотрассе по охранной зоне располагаться в соответствии с законом они не могут. Но учитывая, что газоны можем посадить, поэтому было принято решение о том, что мы будем заменять в виде размещения газонов на данной территории. Дело в том, что охранная зона подразумевает за собой отсутствие вообще деревьев на данной территории. Поэтому, учитывая необходимость замены данной теплотрассы, и было принято решение убрать деревья как раз в охранной зоне, без уборки данных деревьев невозможно вскрыть теплотрассу. Мы все понимаем. Теплотрасса – дело нужное. Но неужели, прежде чем рубить, нельзя было предупредить местных жителей? Объяснить, зачем, показать, где проходит теплотрасса, рассказать о масштабах и о сроках ремонта. Ченди Сихунаев, Буат Зондаков, телекомпания АТВ. В следующем сюжете мы покажем вам семью. Большую семью. В поселке Заиграево Чита Жерловых воспитывает пятерых ребятишек. Помимо этого, содержит немаленькое хозяйство. Без социальной поддержки тут никак не обойтись. Городской пижон Илья Балханов узнал, что на свете есть сельские блогеры, что дети – это счастье, а не обуза. И еще много интересного. Сегодня мы в Заиграево. Снимаем репортаж о, казалось бы, обычной российской семье. Но это только на первый взгляд. В семье у них пять детей. Плюс хозяйство – коровы, свиньи, куры, козочки. И, вы знаете, по мне это так атмосферно. Свиней когда-то там сколько-то лет назад давали по соцконтракту поросят. Я пришла, мне сказали, что поросят не дают, можно только коровы взять. Я домой вернулась, походила, подумала, подумала, ну почему бы и нет, там посоветовались. Вот мы как раз сюда заселились, в этот дом. Тут сеновал вроде бы, стайка есть. Ну, может попробуем, да, попробуем. Программа, по которой можно взять животное, у нас в частности вот коров. Я знаю, что в других районах там разных и свиней дают по соцконтракту, и кур. Можно теплицу по соцконтракту построить безвозмездно. Но с коровами здесь история какая. Мы берем телку стельную, которой вот-вот уже нужно будет телиться. И когда она телится, то есть у нас уже становится корова дойная, а вот этот приплод мы доращиваем и потом отдаем другой семье. Это как в простоквашино. Взяли мы корову одну и одну должны отдать. У нас в Бурятии социальный контракт уже работает с 2011 года, уже порядка 9 лет. В чем особенность этого социального контракта? В том, что благодаря вот этому взаимодействию между малообеспеченными семьями и договорами наших отделов социальной защиты, получается условие главное, чтобы семья вышла из трудной жизненной ситуации. У нас инкубатор, мы сами выводим, как из яйца. Что-то по знакомым, ну, цыплят продаем, а что-то себе. Ну, обычно 10 из вывода оставляем. Какой контент у вас на канале? Сельский. Так. Ну, ну вот, смотрите, да, история такая, что завели свиней, все нужно знать, там разные методы содержания, как что построить. Начали смотреть, какие-то блогеры нравятся, не нравятся, все больше и больше втянулась, потом думал, почему бы не снять, как мы живем. И вот, про курочек, про свинюшек, про коровок и про детей тоже. Вот. Ну, она, порой, так классно развалится туда титьками. Как их загородки. Ну, прям, титьки там, она сама тут. Как так получилось, что пятеро детей, это же много. Ты сейчас уже, не, не кажется, что много. Не, ну, имеется в виду, планировали? Пять. Или еще и все? Сначала нет. Сначала мы, у нас между первым и вторым ребенком три с половиной года разница. То есть такой цели не было у нас. А потом просто, ну, понравилось, наверное. Дети у нас спокойные. Ну, я изначально сразу хотел, как бы, много детей. А, ты меня обманывал. Ты обманывал, я же ты знала. Ладно, я шучу, я знала. Подала в прошлом месяце в апреле, получила сразу за март, за апрель. Сразу 10 тысяч. И еще, получается, упадет за май. Пять тысяч рублей. Забота. Нам сейчас каждая копейка на счету. Мы экономим, ужимаемся. Ежемесячная выплата от трех до семи лет ополагается малоимущим семьям, в которых растут детки от трех до семи лет. С 20 мая на портале госуслуг принимаются заявления ежемесячной выплаты от трех до семи лет. В настоящее время в Заиграйском районе принято более 900 заявлений. С 1 июня подать документы можно будет через филиалы многонационального центра либо через клиентскую службу отдела социальной защиты населения. Нужно указывать всех детей, независимо от возраста, так как это влияет на уровень дохода. Если супруга в разводе, то его данные не обязательно указывать. За братьями следишь? Слежу. Ага, они приходят сюда, иногда заказывают все. Что заказывают? Всякие бургеры. Ага, всякие бургеры, тортики всякие. А ты им делаешь? Ага, делаю. Супер. И невидимые деньги они мне дают. Илья Балханов даром времени не терял и привез из Заиграева еще один сюжет. Оказывается, продуктовые наборы раздают нуждающимся не только в Улан-Удэ, но и по всей Бурятии. В республике их уже выдали 12 с половиной тысяч. Заиграевский район доставлено более 700 продуктовых наборов. Продуктовые наборы предназначены для одиноких мамочек, которые получают у нас пособие. И детки не посещают школу. Выдача продуктовых наборов происходит администрациями поселения района с привлечением волонтеров. Очень помогает. Вот сейчас я, допустим, по семейным обстоятельствам не могу работать. И вот эти наборы очень помогают. Ну, как там, все самое нужное, все самое необходимое. Как мы кушаем на месяц хватает. Ну, как не всего, конечно, молока больше уходит, лапши больше уходит. Крупы надолго хватает. Ну, сладкого, сколько ни бери, всегда мало. Как бы это у нас всегда. Тушенки хватает точно. Это очень здорово, что помогает, что в такое трудное время рядом. У нас сейчас началась раздача продуктовых наборов по поручению главы для одиноких семей, имеющих детей. Продуктовые наборы у нас уже были выданы в апреле этого года. И также поручение глава Республики Бурятии дал с тем вопросом, чтобы такие же продуктовые наборы были выделены у нас в мае этим ребятишкам. Сейчас часть продуктовых наборов у нас доставлена в районную выдачу, уже началась. Не переключайтесь, вот о чем мы расскажем после короткой рекламы. Рады любому виду господдержки. Как государство поддерживает бизнес во время пандемии. Посмотрите, как все это сделано с любовью, да с уважением. Подарок с душой. Предприниматель передал врачам 2000 кустов рассады. Солнечко нам светит. Для нас это вера и надежда. Наш корреспондент провела день с улануденскими бездомными. Сегодня в России отмечается День предпринимателя. В центре «Мой бизнес» наградили отличившихся бизнесменов. В том числе тех, кто безвозмездно помогает нуждающимся во время пандемии. С ними встретилась и наш корреспондент Дарья Ситникова. Неоднократно обращались, люди помогают. Чем могут. Если не хотя бы советами тех предприятий, предпринимателей, которые нуждаются чем-то, пусто обращаются. Здесь людей хорошо принимают. Только что сегодня получил вот такой диплом. Щедрый бизнес. Есть у нас куда глядеть и куда двигаться. С помощью, конечно, таких хороших организаций у людей. Год назад я, когда сюда пришла в стены «Мой бизнес», увидев просто в соцсетях информацию, я очень благодарна центру, что они откликнулись на мое заявление. И вот уже год у нас идет сотрудничество. У нас есть проект расширения нашего производства, в котором полное участие в финансировании, в поддержке проявили, конечно, «Мой бизнес». Все предприниматели работают и все вносят в свой вклад. Мы решили разделить вот эти награды по номинациям и вручить их различные номинации. Это предприниматели и благотворители. Предприниматели, которые успешно стартанули и пользуются поддержкой центра «Мой бизнес». В центре «Мой бизнес» мы продолжаем работу в период пандемии. Мы на сегодняшний день оказываем более 150 услуг. У нас создан специальный антикризисный сайт – covid.msp03.ru, где структурированы все меры. Примите, пожалуйста, наши поздравления. Мы желаем вам процветания, успехов. И, конечно же, в любом начинании, чтобы вам было легко двигаться. А мы, как центр «Мой бизнес», готовы оказать любую поддержку вам. Самое важное – это обратиться своевременно, получить знания. Ну а мы готовы вести вас за руку для того, чтобы вам было легче справиться с любыми трудностями. Наша телекомпания присоединяется к поздравлениям. Сегодня предприниматели даже в условиях пандемии создают рабочие места, платят налоги и развивают регион. Без их помощи обществу пришлось бы тяжело. А вот как помогают бизнесу и помогают ли вообще? Расскажем далее. Призлышите всех приветствовать и поздравить с Днем предпринимателя. Президент принял достаточно большое количество решений по поддержке. Понимаю, что не все под них попадают, но большая часть, конечно, попадает. Сегодня, безусловно, праздник. Хотелось бы и вас поздравить, но в то же время от вас получить обратную информацию, а как вообще все это работает. Вот меры поддержки продекларированы, работают или не работают. Если работают, то там с какими-то сложностями или не работают, но тогда что нужно еще сделать. Рады любому виду господдержки. Мы получили поддержку, получившую в сфере растеневодства. Мы провели посевную кампанию в сфере животноводства. Мы улучшили состояние своих животноводческих стоянок. Планируем воспользоваться поддержкой «Мой бизнес», но мы являемся партнерами моего бизнеса по выводу наших предпринимателей в онлайн. Благодаря моему бизнесу многие предприниматели, сейчас уже около 40 предпринимателей, смогли подключиться к нашей площадке совершенно бесплатно, согласно меры поддержки, которые предоставило правительство Республики Бурятия. Мы воспользовались несколько раз помощью государства. Лицея Минсельхоза нам на третий год существования нашего предприятия возместили часть расходов на приобретение оборудования. Там существенные деньги нам давались. И буквально мы третий год плотно работаем с центром предпринимательства «Мой бизнес». Очень благодарны за существующую форму поддержки. В Улан-Удэ открылся дачный сезон. Но, к сожалению, нет для врачей. Уже больше двух месяцев они работают без выходных. Тут недогрядок и клумб. Помочь героям нашего времени решил местный предприниматель. Бизнесмен подарил медработникам цветы и рассаду. Это было трогательно. Это Олег Пак. Вместе с семьей он выращивает рассаду уже больше 20 лет. Его в большом хозяйстве больше 50 видов цветов. От простых бархатцев и анютиных глазок до шикарных флоксов и декоративной травы. А еще перец, помидоры и другие овощи. Вот с этой теплицы мы начинали. Она маленькая. Ну вот и говорю, где-то метров, наверное. Ну, 20, может быть, не больше. Там было тесновато. И вот построили вот эту теплицу. Построили эту. Ну, примерно по таким размерам. Потом ее снесли. Построили такую же, чуть побольше. Когда стало побольше теплицы, соответственно, и цветов побольше, и овощей побольше. Надо было помогать, потому что родители уже сами не справлялись своими силами. Конкретно это теплица для цветов. Здесь порядка 60 тысяч корней помещается. Только цветы. Каждый отдельно, да, надо будет делать отдельно стаканчик, набивать его грунтом, укладывать, поливать, делать прополку. Вот этот вот цветок. Называется флокс, поп-стар. Вот такой вот. Вот этот больше всех нравится. Вот новую теплицу мы построили. Она чуть-чуть больше, чем та, на 50 квадратных метров, да. Это конкретно для овощей. Здесь вот овощи у меня основные. Вон там томаты. Вот здесь перцы. С этого вот так по краю идут. Мне один раз папа сказал, заразительным может быть не только плохой пример. Ну и хороший тоже. Поэтому решили помочь. Ну, есть возможность помочь, почему бы и нет. Но мы не знали конкретных предпочтений у кого будет. Это зимой вообще было. По-моему, в январе или феврале. Что-то в этом роде. Поэтому позвонил в медкорпус, вот инфекционной больницы нашей. Переговорил с медперсоналом. Спросил, какие нужды есть, какие предпочтения. Они говорят, масса. Мы составили список. Ну, там около двух тысяч, наверное, корней. Наши сотрудники не успели посадить рассаду. Там остались и мужья. Ну, как говорится, что мужчин уже нет. Мы сейчас их рассортируем посписочно, сложим в коробки и каждому в дом всем развезем. Спасибо большое, Олег. Мы очень ждали вашего, так сказать, вашей благотворительной помощи. Потому что сейчас, наверное, тоже очень важно было, наверное, чисто по-человечески, да, и вообще, наверное, с точки зрения, наверное, уважения и благодарности. Вот такая, получить эту рассаду, потому что, когда ты сам не занимаешься, когда ты все это бросаешь на неизвестно кого, тоже это очень сложная, да, ситуация, так скажем. Поэтому большое спасибо. Я даже сама вижу, да, хотя я не садовод, что это очень качественно, очень красиво, да, так вот посмотрите, как все это сделано с любовью, да, с уважением. Ну, просто супер, просто, знаете, вот прямо, наверное, если к чему даже у вас поучиться нашим садоводам-огородникам, да. Бомжи, бичи, асоциалы их называют по-разному. Как они живут, что едят, о чем мечтают. Валерия Мартынова пообщалась с влюбленной парой бездомных и поняла, что Толстой был прав. Все счастливые семьи одинаковы, а вот каждая несчастная несчастлива по-своему. Кто-то это понял еще в школе, прочитав Анну Каренину. Ну, а мне понадобилось четыре дня в поисках героев для нашего сюжета и еще день прожить рядом с ними. У Александра и Любы было все, что нужно для счастья. Работа, жилье, семья. Но вот уже больше семи лет они живут на улице. Может ли человек в таких ужасных условиях хотя бы на секунду чувствовать себя счастливым? Кажется, теперь я знаю ответ. Наши малолетки пытались по кругу меня пустить. Они стекла все разбили, все. А на улице 16 февраля. И все, я свалила, естественно. Зачем мне это надо? Ну, а родители у вас? Нет его. Родители. Мамочка моя инвалид. Куда она против толпы пацанов? Как вы познакомились вообще? Он грузчиком работал, я на фасовке. И влюбились сразу, с первого взгляда? Ну, не с первого, но... Можно так сказать. Потом я забеременела. У меня кисарили родился малыш. Дай Бог, сердце небесное. Двойной порог сердца. Мы его похоронили. Ну, он у нас прожил два месяца и... Два месяца и три дня. Как вы оказались в тюрьме? За свою супругу. Она убила свою мать и убила свою дочь. Ну, сына убила. А он... А я на себя. А я на себя вину. Ну, чтобы... А можно спросить, почему вы это сделали? Из-за любви. Ну, а как, любовь. Я бы никогда в жизни не подумала, что у людей, которые живут на улице, такое доброе сердце. Вы верующие люди? Я верующий. А вот вы как считаете, вы куда попадете после смерти? Я в ад. Почему? Потому что у меня очень много грехов. Очень, очень много. И в них уже не раскаешься. Как вы вообще деньги добываете? Деньги добываем как? Собираю металл. Хожу по помойкам. А не попрошайничаете? Нет. Вот чего-чего, вот этого нету. А почему нет? Ну, зачем попрошайничать? Кто мне даст? В моем возрасте я присяду, что ли? То есть вы постоянно меняете, да, так сказать, свое место? А почему меняете? А потому что малолетки. Малолетки вот обезбашенные. Они не дерутся, они могут камнями закидать. Я в колодце жила, вон, видите, у меня. Меня в колодце закидали. У него было 10 живых. Одного легкого нету. А скажите, у вас есть все равно какая-то вера, надежда на другую жизнь? Не, вера, надежда, я, знаете, я бы вам вот так вот скажу. Саш, скажи, а? Вера, надежда, знаете, вон, солнышко нам светит. Для нас это вера, надежда. А так надежды нету. Надежды нету. Нашли надежду? Для меня счастье было. Вот, видите, солнце светит. Еще раз. Котик. Он у нас рыженький будет. Вот. Светит для нас. Вот это счастье. Вот это счастье. Вот счастье. Было. А больше для меня счастья нету. Вот счастье наше. Вы как считаете, правительство вам должно помогать? Ну, я не знаю, должно. Дело в том, что каждый человек сам хозяин своей судьбы, правильно? Они нам не обязаны. Вы вообще жалеете, что пришли к такой жизни? Есть какая-то жалость вообще к всему происходящему? Знаете, дело тут не в жалости. Дело не в жалости. Дело не в жалости. Дело просто в нашей, в нашей, в бурятской, в бурятской этой системе. Если бы сыночку... Если бы нам не отказали... Если бы сыночку нормально бы прооперировали, все бы нормально было. Мы же квартиру снимали. Саша работал. Я после того, как... Я тоже работала. У нас навсегда. Да. У нас... У нас навсегда. У нас сыночка, потому что... У нас навсегда. Это были лишь выдержки из того, что мы сняли. Уже в ближайшее время смотрите в нашем эфире и соцсетях большой спецрепортаж о дне с улануденскими бездомными. На этом у меня все. Напомню, наши новости вы всегда можете найти на сайте и в социальных сетях АТВ. Всего хорошего и до встречи в эфире. Изделия «Байсад» со скидкой 32%. Всего 29,99. Абсолют. Гарант низких цен. Своя квартира в центре города? Все просто. Ипотека всего за 2%. Бургражданстрой – ведущий застройщик Бурятии. Квартиры без посредников. Подробности по телефону 22 22 50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова